Добрый вечер! Добрый вечер! Ну погоди, любимый мультфильм. Комментаторы – экономист Егор Гайдар, политолог Сергей Караганов, писатель Анатолий Стреляный. Член ЦК, министр иностранных дел Рауль Руа и другие официальные лица. Трехкратная чемпионка Мюнхенской Олимпиады, лучшая гимнастка 1972 года Ольга Корбут в 1973 совершает триумфальное турне по США. Оттуда приходит повторяемая теперь нашими газетчиками восторженная оценка американских репортеров – русское чудо с косичками. Дворцы спорта заполняют десятки тысяч зрителей. Корбут изумляет своей миниатюрностью. В ней всего 38 килограммов. Крохотная девочка выполняет сложнейшие и опаснейшие элементы. Сальто на бревне и петлю Корбут на брусьях она делает первой в мире. На приеме в Белом доме президент Никсон восклицает «Вы такая маленькая!». Число американских гимнастических клубов имени Ольги Корбут достигает двух тысяч. С марта 1973 года начинается проведение обмена партийных билетов. Партбилет – самый ценный в стране документ, выдаваемый на руки. Гораздо ценнее паспорта. Потеря паспорта оборачивается простым штрафом. Потеря партбилета грозит партзисканием, ставящим под угрозу самую успешную карьеру. Вся жизнь может пойти на смарку из-за оставленного на лавочке портфеля. Поэтому партбилеты предпочитают хранить в сейфе начальники, в нагрудном кармане рубашки-гимнастерки – военные, во внутреннем застегнутом кармане неснимаемого пиджака – все прочие. При первых сообщениях об обмене партбилетов имеет хождение версия. Новые партбилеты выдадут не всем. Мол, отсекут всех имеющих взыскания с занесением в учетную карточку, многих пенсионеров, как балласт. И вообще будет чистка рядов, о которой не вспоминали с начала первых пятилеток. Но обошлось. Все коммунисты страны получают новые партбилеты. В красных книжечках впервые изображение Ленина и активно употребляемая с того времени заповедь «Партия, ум, честь и совесть нашей эпохи». Главное, чем запоминается процедура обмена. Партбилет номер один выписывается на имя Ленина, и его подписывает Брежнев. А затем партбилет номер два вручается самому Брежневу. Сочетание непоощряемой моды на рок и поощрения немодных фольклорных исполнителей приводит к буну советского фолк-рока. Лидер жанра – белорусский ансамбль «Песнеры». Песнерами в Белоруссии называли «Бродячих певцов». Нынешние «Песнеры» – филармонический коллектив под руководством Владимира Мулявина. Соединение ритм-блюза с плюсовыми мелодиями приносит ансамбль победы на советских эстрадных фестивалях и в польском Сопоте. Благодаря фольклорности песнеры могут вести себя свободнее. У них длинные волосы, на сцене они покачивают грифами гитар и притоптывают в такт. Касим ясь конюшину, касим ясь конюшину, касим ясь конюшину, он раздал на велчину. За песнерами последуют челябинский ансамбль «Ариэль» и белорусские же веросы. Молодость моя, Белоруссия. 73-й год победы вьетнамского народа. 8 лет мы безоговорочно поддерживаем Вьетнам в его борьбе против агрессии американского империализма. 8 лет митингов солидарности, писем протеста, сборов школьных принадлежностей для вьетнамских детей. Бомбы, реактивные снаряды, напалм применяет американские агрессоры против жителей южно-вьетнамских городов и селений. 8 лет, как Вьетнам, главная тема сообщений из-за рубежа. У каждого перед глазами кадры. Женщины в традиционных соломенных шляпах бегут, спасаясь от бомбежки. У каждого на слуху понятия «сангми», «напалм», «ковровые бомбардировки». Не составляет особого секрета оказываемая Вьетнаму советская военная помощь. Нами вооруженные и нами обученные вьетнамцы воюют все увереннее. Один из самых известных эпизодов последнего этапа войны. Вьетнамский ас на нашем истребителе Су-21 спевает американский бомбардировщик Б-52. Бомбардировщик падает в озеро на окраине Ханоя. Летчик, выбросившийся с парашютом, падает в озеро в центре вьетнамской столицы, и его берут в плен. ТРЕПКИ Сюда, в западное озеро в Ханоя, упал американский летчик. Массированные бомбардировки северо-вьетнамской столицы и порта Хайфон были последней попыткой США добиться перелома в войне. После этого можно было добиваться только успеха на парижских переговорах. За достижение соглашения их главные участники, помощник президента США Генри Киссинджер и специальный представитель правительства северного Вьетнама Ле Дык Тхо получили Нобелевскую премию мира. И без текста соглашения о прекращении огня и восстановлении мира ясно. Америка войну проиграла, ее войска с позором убираются в освояси. Мы и Вьетнам победили, весь Вьетнам станет соцстраной. Наше оружие оказалось лучше американского, маленькие вьетнамцы крепче здоровенных янки, морально-политическая подготовка защитников социализма выше боевого духа империалистических агрессоров. В 1973 году в горах Зайлийского Алатау в Казахстане вводят в строй высокогорный спорткомплекс «Медео» – самый быстрый каток в мире. Разреженный воздух. «Медео» расположен на высоте полутора с лишним километров. Защита от ветра. «Медео» окружен горами. Здесь устанавливают рекорд за рекордом на чемпионатах мира, Европы и Советского Союза. Лед искусственный. Под огромным катком проложены 170 километров труб с хладоносителем. «Медео» – гордость нашего спорта. И в своем роде он остается непревзойденным. Потом в Голландии и Канаде такие большие катки сумеют построить крытыми. Новый комплекс «Медео» – это уникальное спортивное сооружение. В распоряжении спортсменов – гостиница с уютными номерами. Лечебно-профилактические кабинеты. Специалисты называют здешний лед самым быстрым в мире. В конце августа 1973 года центральные газеты публикуют письмо членов Академии наук СССР. 40 академиков от Басова до Энгельгарта пишут, что считают необходимым довести до сведения широкой общественности свое отношение к поведению академика Сахарова. Ученые информируют страну о том, что Сахаров отошел от научной деятельности, выступает с заявлениями, порочащими государственный строй, внутреннюю и внешнюю политику СССР, грубо искажает советскую действительность, выступает против разрядки. Письмо заканчивалось предупреждением «Мы надеемся, что академик Сахаров задумается над своими действиями». Через день было опубликовано письмо советских писателей. В нем наряду с Сахаровым говорилось еще о Солженицыне. Их деятельность заслуживала глубокого презрения и осуждения. Затем с письмом о Сахарове выступили члены Всесоюзной Академии сельскохозяйственных наук. Так подробно, хотя и не конкретно, пишется про человека, о существовании которого огромная страна до той поры ничего не знала. Поражает то, что об этом вообще пишут. Значит, вынуждены, значит, замалчивать невозможно. Диссидент-академик, что-то неслыханное. Некоторое раздражение одних, такому-то чего надо. Говорят, академикам тысячу рублей в месяц платят. Других, слушающих, голоса. Западные станции смущают еще сильнее. Они называют Сахарова отцом советской водородной бомбы и сообщают, что он аж трижды герой социалистического труда, лауреат Ленинской и Государственной премии. В стране идет экономический эксперимент. Бригадный хозрасчет. Результаты показывают в строительстве. На весь Союз гремит слава зеленоградского героя соцтруда Злобина. Новый метод поясняют на его примере. Бригада заключает договор на сооружение объекта и сама контролирует расходы. Если строители укладываются в срок и экономят, то значительную часть средств получают в виде премии. В народном хозяйстве впервые так откровенно позволяют зарабатывать. Успехи хозрасчета омрачают недобросовестные смежники передовиков и подводящие их поставщики стройматериалов. С конца 60-х годов руководство союзного правительства столкнулось с неразрешимой задачей. Дано. Нынешняя система управления экономикой предельно неэффективна. Дано. Серьезные экономические реформы после событий в Чехословакии исключены. Требуется радикально поправить положение, повысить эффективность работы хозяйственного механизма. Результат. Задача не имеет решения. Отсюда бесконечная суета, новые показатели, экономические эксперименты, кампании, попытки изменить механизмы образования хозрасчетных фондов, распространения экспериментов в народном хозяйстве, знаки качества, какого-либо влияния на реальную жизнь, на развитие событий в экономике вся эта суета не оказывает. Качество по-прежнему низкое, конкурентоспособность низкая, стимулов к повышению эффективности ресурсов как не было, так и нет. 73-й год триумфа короткометражной кинокомедии. Жанр поднят на высоту объединением грузинский телевизионный фильм. Уже 23 фестивальных приза получил груз-телефильм за свои работы. Короткометражное кино до сих пор считалось уделом студентов. Вчерашние студенты, работая в молодежном объединении при грузинской киностудии, находят киноформу для анекдота. Сюжеты похожи на притчи. Режиссура изящна и лаконична. Кувшин Ираклия Кверикадзе. Мастер чинил огромный кувшин изнутри, да так в нем и остался. Разрушать свою работу не хочется, а жить как-то надо. Грузины в короткометражках выглядят простодушными, мудрыми, артистичными и самоироничными одновременно. Ираклия Кверикадзе. Эй, старик, поворачивай. Ты сам поворачивай. Не видишь, что у меня транспорт. Ива, поверни. У него заднего хода нет. Это осел, а не волга. Я его убью. Спокойно. Отойди. Отойди в сторону. К 73-му году удается полностью удовлетворить покупательский спрос на пианино. Только в Российской Федерации на этом виде продукции специализируется 28 фабрик мус-инструментов. Лидер отрасли – ленинградская фабрика «Красный Октябрь», производящая по 10 тысяч пианино в год. Обычно пианино покупают в комплекте с крутящимся табуретом для 7-летних новобранцев детских музыкальных школ. 23 рубля в месяц на детскую музыкальную школу – обязательная статья расходов в бюджете миллионов семей с запросами. Почти каждый ученик музыкалки играет дома на собственном пианино. Его называют фоно – сокращение от фортепиано. Оно вытесняет главные инструменты предыдущей эпохи – баян и аккордеон. На них еще играют многие взрослые, но детей этому уже почти не учат. 4 тысячи детских музыкальных школ страны не могут принять всех желающих. Еще труднее попасть именно в класс фортепиано. Детей отдают на скрипку, на худой конец – на духовые. Там два раза в неделю занятия по специальности, а один раз – общее фоно. Открываются вечерние музыкальные школы для взрослых и для подростков от 10 лет. Из 200 экзаменующихся в школу будут приняты 50 самых способных. Музыкальные школы – это эстетическое воспитание. Они готовят не профессионалов, а квалифицированных любителей. Их выступления перед публикой – это ежегодные отчетные концерты, на которых мамы и бабушки юных дарований слушают красивый беспартийный репертуар. Шопен – Ноктюрн, Чайковский – старинная французская песенка, Бетховен – Келизе. В 73-м году советские люди узнали, что есть миллиард пудов, прежде всего казахстанского зерна. Брежнев посещал Казахстан часто и с видимым удовольствием. В августе 73-го он прилетает в Алма-Ату для вручения нового ордена дружбы народов, которым награждались по очереди все союзные республики. Большая часть речи посвящена пшенице, засыпаемой тружениками Казахстана в закрома родины. Прошлогодний миллиард пудов был собран в неблагоприятных погодных условиях, и генсек приветствует почин Казахстана вновь собрать не менее миллиарда пудов зерна. Про лозунг «Есть казахстанский миллиард» говорили о вращении к традиционной мере веса, хотя страна давно перешла на метрическую систему с ее килограммами, центнерами и тоннами. Идеологическое происхождение пуда не безупречно, он заставляет вспомнить про бородатых кулаков и роедов с обрезами. Но в пудах урожай выглядит внушительнее – 9 нулей после единицы. На самом деле пуд – это 16 килограммов 380 граммов, и знаменитый миллиард – это немногим более 16 миллионов тонн. Весь СССР собирает порядка 180 миллионов тонн. Так что достижение Казахстана и Украины, а она тоже рапортует про свой миллиард пудов, не бог ли что. От продолжающейся уже 10 лет и охотно, но признаваемой закупки зерна за границей, все равно не спасают. Летом 73-го года по стране разносится слух про то, как лев чуть не съел комсомольца. С некоторым опозданием газеты публикуют подробности происшествия. 18-летний студент Владимир Марков гулял с девушкой и собакой возле школы на Мосфильмовской улице. Собака убежала на территорию школы. Студент перелез через забор, и когда он поймал собаку, из-за кустов выскочил лев, который сбил студента с ног и прижал к земле. На крики сбежался народ. Через несколько минут появился младший лейтенант милиции Гуров, который сразу же застрелил огромного хищника. Оказалось, что это знаменитый Кинг, воспитанник семьи Берберовых. Уже несколько лет страна умиляется. В Баку в семье инженера Берберова живет прирученный лев Кинг. А домашнего царя зверей снимают в хронике, прославляют в статьях. Он становится звездой игрового кино, точуя из фильма в фильм. Последняя картина с Кингом – невероятные приключения итальянцев в России. Позади два месяца работы в Ленинграде оставалось снять несколько сцен в Москве. В трудовом соглашении заключенным киностудией с Берберовыми указывалось, что двор дома, где будет находиться Кинг, должен быть обнесен проволочной сеткой высотой в 2,5 метра. В Ленинграде это условие выполнили. В Москве двор школы, где поселили Кинга, был доступен всем. Лев Кинг – самый знаменитый пример, начавшийся еще в 60-е годы моды на одомашнивание диких животных. Всякие там котята-рыси, выкормленные овчаркой, медвежата, живущие на таежной метеостанции. В те дни про хищника-киноактера пишет знаменитый кукольник Сергей Образцов. Даже смертью своей Кинг доказал, что он не враг, а друг человека. Ведь за 10 минут даже овчарка успела бы загрызть человека, а Кинг оставил на теле только царапины. Страна облегченно вздыхает. Берберовы берут на воспитание нового льва. Через 7 лет Кинга II застрелят слишком поздно. Он успеет растерзать младшего сына Берберовых, а его маму сильно покалечит. Педаль «Золотая звезда» вручил Тодору Живкову Леонид Ильич Брежнев. Бездорожный север – это треть территории страны. В качестве средства передвижения олени лучше, пока не началось промышленное освоение края. В 1973 году появляется снегоход «Буран». «Буран» – побочное дитя отечественного авиастроения, выпускает Рыбинский моторостроительный завод. Впервые серийно производятся сани, на которых можно кататься и которые не надо возить. «Буран» называют «снежным мотороллером». Стране требуется 25 тысяч мотосаней в год. «Буран» может стать незаменимым помощником всех, кто живет и работает в условиях Крайнего Севера. В постановке Анатолия Васильева и Олега Ефремова во МХАТе идет спектакль «Соло для часов с боем» по пьесе чехословацкого драматурга Заградника. Спектакль входит в историю как последняя работа стариков из второго, после Москвина-Качалова, поколения актеров МХАТа. Ольга Андровская, Михаил Яншин, Марк Пруткин, Алексей Грибов, Виктор Станицын на сцене главного драмтеатра страны с 20-х годов. В спектакле их герои-старики собираются раз в неделю на чай, вспоминают о прошлом, немного ворчат. Собственно, мне ведь нельзя заманить гипертонию. Ну, забудьте вашу гортизию. Гипертензия. А вы, оказывается, весельчак. Спектакль актерский. У каждого свое соло. Пьеса и жизнь перемешались. Актеров порой привозят в театр из Кремлевской больницы. Три года как интересующиеся международным положением знают про Чили. Три года, как в этой, одной из самых удаленных от Советского Союза стран, к власти пришел блок «Народное единство», состоящий из левых сил, в том числе коммунистов. Президент Сальвадор Альенде проводит прогрессивные реформы в экономике, что вызывает бешенную реакцию у местной буржуазии и транснациональных монополий. 12 сентября 1973 года у нас про Чили узнают все. В Чили военный переворот. Президент Альенде убит. Перевороту предшествует провал социалистических реформ в экономике. Фиксированные цены, масштабная национализация и падение мирового спроса на медь, главный экспортный товар Чили, приводят в самую процветающую страну Латинской Америки к хозяйственному упадку. Чили сотрясают забастовки волны левого и правого террора. Метеж военных начинают моряки. В порту Вальпараиса они арестовывают 3000 человек и вводят комендантский час. Посредь солнечного дня радио передает сигнал к перевороту. В Сантьяго идет дождь. В столице Пучистой штурмует президентский дворец Ла Монеда, применяя артиллерию и авиацию. Из окруженной резиденции Сальвадор Альенде успевает обратиться к народу по радио. Альенде убивают в рабочем кабинете. В руках автомат, через плечо президентская лента. Во главе нового режима становится главнокомандующий сухопутными войсками генерал Аугусто Пиночет. Ставший жертвой бомбардировок президентский дворец Ла Монеда, стиснутый с трех сторон офисными громадами. Снятая с их крыш кинохроника, горящая резиденция Альенде, солдаты и бронетехника на площади обходят экраны мира. В 1973 году из Чили по диагонали через весь земной шар в русский язык приходит новое страшное слово – хунта. До этого правление военных мы называем режим диктатора такого-то. Пиночет – диктатор из диктаторов, с картинной внешностью, специально для мрачных карикатур. Мундир с богатым шитьем, фуражка с задранным передом, опереточные усики. И главное, он всегда в очках с затемненными стеклами. И беспримерная жестокость его режима демонстрируется с устрашающей картинностью. Известны имена многих казненных. Людей арестовывают посредь бела дня прямо на улице. Книги не просто уничтожают и сжигают на площадях. Это тоже снимает хроника. И мир знает, что в Сантьяго горят костры из марксистской литературы и альбомов про кубизм. Военные думают, что они про Кубу. А ведь, пожалуй, и Хорст Вессель может грянуть на этих улицах. Картина-то из нацистской хрестоматии. Берлин, площадь оперы, 1933 год. Нет, Сантьяго, 1973. Еще жив Франко, но про испанского каудильо давно ничего не слышно. И в связи с Чили вспоминают старое страшное слово. Пиночета называют фашистом. И полное название его режима – фашистская хунта в Чили. Приход к власти Сальватория Альенде с его полусоциалистическими воззрениями был неожиданным для Вашингтона и воспринимался через призму холодной войны. К тому же правление Альенде привело к дестабилизации экономики. Многие социальные группы почувствовали себя ущемленными. Соединенные Штаты Америки начали проводить кампания по политической дестабилизации режима. И она удалась. Когда Пиночет пришел к власти, он не имел никаких экономических воззрений и, возможно, полуслучайно взял к себе в команду экономистов так называемой Чикагской школы, которые привели Чили к ее нынешнему процветанию. Пиночета принято теперь вспоминать по-доброму. Забывают, правда, о том, сколько тысяч людей погибло в концлагерях и сколько сотен тысяч людей вынуждено было эмигрировать, навсегда потеряв надежду на счастье и на нормальную жизнь. Снятый режиссером Глебом Панфиловым фильм «Прошу слово» можно рассматривать как документальное свидетельство. Весть о событиях в Чили приходит в дом председателя горосполкома. Ее играет Инна Чурикова. В момент, когда муж, его играет Николай Губенко, проводит воспитательную работу с сыном. Смотри телевизор в заседании комиссии национального собрания по вопросам народного образования. К событиям в Чили. Мир облетела весть о военном перевороте в Чили. По сообщениям некоторых информационных агентств, президент Сальвадор Альенде убит. Мятежники захватили все радио и телефонные станции. Связь страны с внешним миром... Что случилось? Президента Альенде убили, папочка. Так нельзя, Лиза. О чем ты, Сережа? Они Альенду убили. Ну чего ты ревешь? А ты... А я-то тут при чем? Сразу после переворота в Чили распущены все политические партии, объявлены в розыск лидеры коммунистов и социалистов. Арестованных тысячами свозят в армейские казармы и на главный стадион Сантьяго – на Сиональ. После фильтрации часть задержанных расстреливают прямо на футбольном поле. 21 ноября 1973 года сборная СССР по футболу должна встречаться со сборной Чили. Отборочный матч чемпионата мира. Матч планируется проводить на стадионе Националь в Сантьяго. Федерация футбола СССР заявляет, что советские спортсмены не могут выступать на стадионе, обогренном кровью патриотов. И предлагает провести матч в третьей стране. Международная федерация футбола FIFA отвечает, что не видит препятствий для проведения матча в Сантьяго. Наши стоят на своем. 21 ноября четыре чилийских футболиста проводят мяч от центра поля к пустым воротам и вкатывают его туда. Нашим засчитывают поражение. На чемпионат мира по футболу сборная СССР не едет. Но лидеры двух великих держав согласились с необходимостью активизировать диалог. В 1973 году завершается выход 25-томника «Библиотека современной фантастики». Научно-фантастический жанр находится в зените славы. Книги этой серии ценятся даже выше детективов. Любимые авторы Аркадий и Борис Стругацкие, Станислав Лем, Кобо Абе, Рэй Брэдбери, Айзек Азимов, Артур Кларк. В 1973 году, настроившись на волну всеобщего интереса к научно-популярному жанру, центральное телевидение начинает показывать высшее достижение научной популярности. Передачу «Очевидное, невероятное». «О сколько нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов друг» Александр Сергеевич Пушкин. Посвященная загадкам мироздания, передача обращается к самым модным из них. Выходят выпуски про филиппинскую медицину и тунгусский метеорит, про мистическую цифру 7, космических пришельцев, снежного человека и, конечно, про Бермудский треугольник. Добрый день! Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу, быть может, вы уже догадались, что это за проблема, о так называемом Бермудском треугольнике. Лицо программы Сергей Петрович Капица, сын великого академика и сам профессор, говорящий с бесподобным дореволюционным прононсом и вдвое увеличивающий темп речи при переходе на английский и в беседе с иностранными коллегами. В 73-м году вышедший на проектную мощность Волжский автозавод начинает создавать по стране собственную сеть авторемонта. Планируется открыть 33 крупных центра и 500 мелких станций. То, что прежде называлось «слесаря», теперь называется «станция технического обслуживания». Образцовое предприятие новой отрасли – Московский автоцентр на Варшавском шоссе. Теоретически он должен обслуживать полтысячи машин в день. Практически ни сервис на Варшавке, ни тем более мастерские в других городах не могут справиться с нарастающей проблемой. Хронически не хватает запчастей, по госцене их просто не бывает, на ВАЗе больше нет итальянских комплектующих, качество «Жигулей» падает, они все чаще требуют ремонта. Понятие крестовина, карданного вала теперь знают не только автолюбители, но и члены их семей. А знакомство с мастером автосервиса становится нужным, как знакомство с главврачом больницы. Чтобы поменять тормозные колодки, требовался день. Отпрашивались с работы, в серьезных случаях брали отпуск. Некоторые считали, что так и должно быть. Отпуск машине. Отогнать ее на целый месяц на Варшавку, каждый день проведывать. У народного артиста появился новый желанный гость за праздничным столом. Жестянщик Женя с Варшавки. Выходит у писателя новая книга. Первым делом везет ее на Варшавку Жени. У наследников Жени сейчас стоят собрания сочинений всех классиков того времени. От Юлиана Семенова до Сергея Михалкова. Самого Жени нет в живых. Унесла водка. Некоторые автолюбители являлись на Варшавку с женами. Сам бегает с бумажками. Она сторожит машину. Ровно в полдень на заднем сидении накрывает ему покушать. Чистый рукотерничек, термосок с супчиком. У него язва кушать по часам. Тепленькая. Наконец сдали ее. Цех за прозрачной стеной. Целыми часами стоят, уткнувшись в стекло. Следят за ее передвижениями от поста к посту. Так дружная семейная пара из глухой деревни гоняет на центральную усадьбу колхоза к ветеринару или на пункт искусственного осеменения корову. В 73-м году последней живой реликвии гражданской войны Семену Михайловичу Буденному исполняется 90 лет. Долгожитель покоряет время. К 73-му году Буденовка выглядит ровесницей кивера, а порода буденовских рысаков кажется ровесницей орловских. При этом сам маршал Буденый бодро справляет рекордный юбилей в доме советской армии. 50 лет непосмертной прижизненной легенды. Такое удалось только Буденному. Почти до его возраста дожил Ворошилов, но он подпортил себе анкету, связавшись с группой Молотова и Маленкова. Про то, что живы сами Молотов, Маленков и Каганович, мало кто даже знает. Микоян не показывается на людях, Хрущева держали почти под домашним арестом. Буденый не знает ни опалы, ни забвения. Громкая и ясная слава. Первый конник. Главный кентавр. При том, что кавалерию упразднили 30 лет назад. В августе 73-го страна увидела свой главный телесериал, снятый Татьяной Лиозновой по роману Юлиана Семенова. 17 мгновений весны. С этого времени в СССР синонимом слова «разведчик» стало слово «штирлиц». Штирлиц. А вас я попрошу остаться еще на одну минуту. Фильм имеет сокрушительный успех. В первый раз его повторяют уже через три месяца после премьеры. Нравится все, все и сразу. Главные герои – Штирлиц, Вячеслав Тихонов, Мюллер, Леонид Броневой, Ставшие фашистами – Табаков, Лановой, Куравлев, Висборг. Ставшие антифашистами – Плят, пастор Шлак, впервые вставший на лыжи, и Евстигнеев – профессор Плейшнер, не увидевший в окне цветок. Информация к размышлению. Гебельс. Голос за кадром Ефима Капеляна. Песни Микаэла Теревердеева на слова Роберта Рождественского. В форме штандартенфюрера СС в стране является первый секс-символ развитого социализма. Человек в галстуке, с просилью, с тонкими морщинками у глаз. Начинающие плейбои 70-х учатся курить, как Штирлиц, хмуриться, как Штирлиц, и как Штирлиц говорить. А теперь слушай меня, девочка. Официальное признание заставляет себя ждать. Госпремию СССР 17 мгновением не дают из-за возражений руководства вооруженных сил. По фильму получается, что войну выиграли разведчики. Лишь при третьем показе 17 мгновений видит Брежнев и приходит в полный восторг. Создателям фильма дают Госпремию России, Ордена, Тихонов Штирлиц получает Героя соцтруда, в первый и последний раз награды Родины за исполнение роли шефа гестапо Генриха Мюллера. Никогда со времен Чапаева фильм не становился таким явлением массовой культуры. Анекдоты про Штирлица обычно строятся на милых каламбурах, типа Штирлиц выстрелил в упор, упор упал. Да сегодня погибла последняя муха Грозофила. Новое достижение золотой эпохи советского балета. В двух постановках Большого театра в 73-м году в «Спящей красавице» и в «Ромео и Джульетте» блистают супруги Екатерина Максимова и Владимир Васильев. В сентябре им присваивают звание народных артистов СССР. Замечательная советская балерина, народная артистка СССР Галина Сергеевна Уланова репетирует с Екатериной Максимовой и Владимиром Васильевым. Высшие звания присвоены за художественные достижения в целом. Максимова до Джульетты уже прославилась в «Щелкунчике», Васильев в «Спартаке». Они танцуют в Большом с 58-го года. Они верны традициям, но трактуют их современно. В историю советского балета Максимова и Васильев входят дуэтом. Осеннее 73-го года сессия стран-экспортеров нефти принимает резолюцию. Каждая страна будет сокращать нефтедобычу на 5% в месяц до тех пор, пока Израиль не возвратит все оккупированные территории законным владельцам и пока не будут уважаться права палестинского народа. На Западе возникает нефтяной голод. Сокращается число авиарейсов, пустеют шоссе. Западная жизнь, немыслимая без личного автомобиля, близится к параличу. Советская пропаганда ликует по поводу антиимпериалистической солидарности развивающихся стран и неизбежности кризисов в капиталистическом мире. Нефтекризис заканчивается вместе с войной. Теперь Запад переплачивает за бензин, создает топливные запасы и новые виды малолитражек. Для миллионов людей даже в Америке ездить на большой машине становится безумием. Энергетический кризис по-разному отразился на жизни и быте стран Европы и Америки. Кое-где вспомнили, что самый экономный вид транспорта – велосипед. 6 октября в иудейский праздник Йом-Кипур египетские танки форсировали Суэцкий канал и прорвались вглубь аннексированного Израилем Синайского полуострова. Одновременно Сирия отбила у Израиля голландские высоты. С попытки арабского реванша начинается самая кровопролитная из ближневосточных войн – «Война судного дня». В Синайских песках разворачивается самое крупное сухопутное сражение со времен Второй мировой войны – ближневосточная Курская дуга до полутора миллионов человек и 6300 танков. Сгоревшими машинами усеяна вся пустыня. Израилю удается форсировать Суэц, теперь его танки наступают вглубь Египта. На севере отбиты сирийские атаки и, сняв 4000 автобусов с городских маршрутов, Израиль перебрасывает на Египетский фронт свою пехоту. Египетские войска оказываются окруженными в пустыне без источников воды. После войны 1973 года израильская армия считалась самой свирепой на свете. К этому времени Германия, заключив договоры со своими восточными соседями, стала крупнейшим партнером социалистических стран. Мир поражался, как немцы и евреи поменялись историческими ролями. Бывшие лучшие вояки стали лучшими торгашами, бывшие лучшие торгаши стали лучшими вояками. окруженные египтяне буквально умирают от жажды. Президент Саддат призывает вмешаться и СССР, и США. СССР предупреждает, что готов действовать в одностороннем порядке. США давят на Израиль, продвижение израильской армии останавливается в 20 километрах от Каира и в 30 от Дамаска. Американцы уже ушли из Вьетнама и в советской пропаганде Израиль окончательно становится главным и почти единственным агрессором. В сущности, худшей страной в мире. И еще про Ближний Восток. В конце 73-го года в обиходе появляется экзотическое слово «Тутанхамон». Выставка Национального Египетского музея «Сокровище гробницы Тутанхамона» имеет огромный успех в Москве, Ленинграде и Киеве. 50 показываемых предметов были найдены в 1922 году в единственной оставшейся неразграбленной фараонской усыпальнице. В центре внимания 9-килограммовая золотая маска, покрывавшая лицо и плечи мумии Тутанхамона. Бросская красота и тарабарское имя завораживают. Теперь все знают второго после Хеопса с его пирамидой египетского фараона. Страшного слова «рак» стараются не произносить вслух. Приговор «у него, у нее рак» означает роковой исход в течение ближайших месяцев. Устойчивое выражение. Ему врачи до последнего дня говорили, что язва. И разрезали, видят, что поздно, ничего не стали делать, сразу зашили. Рак выходит на второе место среди причин смертности после сердечно-сосудистых заболеваний. В 1973 году разрабатывается совместная программа исследований стран-членов СЭФ. В Москве, на Каширском шоссе, начинают строить раковый корпус. Рядом с институтом экспериментальной и клинической онкологии возводят три огромных здания. В них детское отделение, поликлиника, операционный блок, отделение рентгена, палаты на тысячу человек. У недавно овдовевшего главы советского правительства Алексея Косыгина личная причина заботиться о строительстве онкоцентра. Его жена умерла от рака. Официальный атеизм бьет тревогу по поводу распространения баптизма, указывая, баптисты особенно изобретательны в улавливании человеческих душ. Баптизм становится второй по массовости христианской религией в СССР и основной мишенью атеистической пропаганды. Указывается, что коварство баптистов в их стремлении приблизить религиозные обряды к современному образу жизни. Баптисты учат общаться с Богом как с другом, беспосредственно священника, превращают в молельный дом любое помещение, создают молодежные оркестры и поют свои псалмы на мотивы любимых народом советских песен. В печати приводится случай, когда во время собрания в сельский молельный дом вбежал колхозник. Хлеб горит, помогите! И ведь ни один баптист не побежал спасать. Так, заключают журналисты, логика веры приводит к предательству дела. В 73-м году режиссер Вячеслав Котеночкин объявляет об окончании своего четырехсерийного мультфильма «Ну, погоди!». Но студия «Союзмультфильм» оказывается заваленной письмами несогласных зрителей. «Ну, погоди!» признается самым любимым мультсериалом страны и должен продолжаться. «Ну, ну, ну, ну!» «Погоди!» Волк и заяц говорят мало, чаще между дометиями. Больше действуют. Иногда поют. В очередной выпуск берутся главные шлягеры года. «Дуй-ка мы, с тобой одни на целом свете!» «Из клявого зайца», его озвучивает Клара Румянова, население любит меньше, чем незадачливого волка Анатолия Попанова. «Ну, заяц, погоди!» становится пословицей. «Ну, погоди!» Печатные комиксы с волком и зайцем пропагандируют соблюдение техники безопасности и правил дорожного движения. Это был год 73-й в проекте «Намедни 1961-91-й. Наша эра. События, люди, явления, определившие образ жизни». Следующая серия, 74-й год, бульдозерная выставка, Байкал-Амурская магистраль, Уотергейт, отставка Никсона, Калина Красная, смерть Шукшина, война на Кипре, преобразование нечерноземья, ансамбль «Самоцветы». До следующей серии и следующего года. Счастливо! 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 Счастливо!